Ребятки, всем привет! Сегодня расскажу такую душесчипательную историю о том, как у меня в прошлом году спидели машину. Грустно вспоминать, грустно, но... В общем, не хочу сейчас это буду рассказывать, а там уже посмотрим, что вообще с этого получится. Значит, еще в прошлом году какого там, я не помню. Ну, в начале января решила себе купить Opel Vectra. Opel Vectra, причем она такая, ну, состояние было так себе. Там есть два ролика на канале. Кстати, ссылочки я, наверное, кину в описании. Посмотрите, если будет интересно. Короче, прошло какое-то время, я вот взял эту машину Opel Vectra Opel Vectra A 91-го года поваренную, короче. Ну, в общем, сейчас я расскажу все поподробнее, короче. Значит, взял я себе тачку эту Opel Vectra в январе, в начале января прошлого года. Ну, брал, как бы, понимая, что там куча проблем, но устроила цена. Во-первых, там 1200 долларов, ну, это, как бы, не деньги для такой машины, я считаю. Вот. И прикинул, что там буду делать. Короче, что было по машине? Салона, можно сказать, не было. Там вот в роликах, если будет вам интересно, посмотрите. Салона не было. По кузову очень много проблем, но эти проблемы такие, как бы, решаемые. То есть, в принципе, можно было бы там подкрасить, подмазать, можно было бы полностью ее перекрасить, что, собственно, я и планировал делать. Но так получилось, что не получилось это сделать. Вот. Значит, снял я один обзорник. А, это прошло время, я там покатался, она там то поменял, то другое, она там стала лучше ехать. Ну, короче, по чуть-чуть я стал улучшать. И вот прикинул, думаю, наверное, надо, наверное, надо на своем канале опубликовать какой-нибудь там обзорчик. Вот как эта машина будет, ну, вот как она себя ведет, там, что, что вообще с ней, как, ну, вообще, как машина в целом. Вот. И что я с ней планирую делать? Ну, значит, я ж такой, там, снял ролик, я не помню, он там в районе около получаса этот ролик длится, по-моему, а может и час даже. Поснимал всякие косяки, это уже было, по-моему, в июле, если не ошибаюсь, там, в десятых числах. Ну, снял один ролик о том, там, по... о чем я снимал? А, по проблемам кузова и салона. Там рассказал, что я буду делать, а действительно, это планировал, то есть, я там планировал салон сделать нормальным, планировал, по-моему, стекла поменять, что-то там еще, карты дверей, ну, короче, апгрейдить ее так именно, ну, привести в нормальный человеческий вид, потому что салон там был ужасный. Там даже, вон, потолок, блин, там, короче, люк тек, оно все это, потолок чуть ли не на затылке лежал, короче, это было реально, это было реально капец. Вон. Значит, что происходит? Я снял этот ролик, там, для себя тоже сделал отметочки, что я где упустил, записал, все, ага, буду, значит, делать. Там фары, зазоры, короче, вся вот такая вот фигня. Там, что-то фары как-то тоже так криво стояли, они не вот так вот ровненько, а так как-то непонятно было. Вот. Ну, значит, заметочки себе сделал, все. Думаю, надо и второй ролик снять о том, как работает мотор, коробка, по тормозам. Кстати, что там интересно было в той моей угнанной машине, в угнанном опельке. Я ее когда забрал, когда приехал на СТО, что-то по ходовой спереди, сделать, я там не помню, или шрус поменять, по-моему, шрус поменять, он хрустел, да, по-моему, его. Я приехал на СТО, дядька как глянул, ну, дядька мастер в смысле, он как глянул, а там тормозные диски, они уже как фольга. То есть, ну, там вообще, там капец просто. В общем, там нету, ну, не за что колодкам прижиматься. Ну, ладно. Ну, такое я действительно первый раз видел. Я купил, значит, диски, все поменял, там классные новые диски поставил, тормозные. Машина супер, тормозить стало еще лучше, чем тормозила. Колодки, диски. Короче, я начал там передок перебирать. Шланги поменял на тормозных суппортах. Короче, я ее вот так вот по чуть-чуть делал, потом думаю, не, надо все-таки снять ролик о том, как работает мотор. Мотор там работал так себе. Как работает коробка. Коробка выбивала, вторая, третья передача выбивали. Вот, просто, ребят, сейчас я почему это рассказываю, вы поймете уже дальше, когда я это все в красках распишу, как у меня ее п***ли. Точнее, как у меня ее с***ли. Вот. Значит, вторая, третья передачи выбивали. Вот так вот, ты на первой трогаешься, разгоняешься, включаешь вторую, вторую держишь, газу наваливаешь, включаешь третью, упираешься, именно так вот, прям совсем упираешься, держишь третью, чтобы она же не выбила. А, нет, вторая не выбивали, первая, вторая не выбивали, третья, четвертая выбивали. Ну, пятая тоже не выбивала. Вот. Я часто делал первая, вторая, пятая. Ну, это когда хорошо мог раскрутить на второй. Ну, и, значит, на третьей разгоняешься, держишь, включаешь четвертую, держишь, чтобы только же она не выбила, педальку в пол, раз, включаешь пятую и пошел. Ну, короче, вот так вот примерно работала коробка. Я ее хотел менять, как раз вот перед угоном, я ее хотел заменить, точнее, перед угоном я думал, что к концу месяца все-таки ее поменяю. Вот. Знаете, что происходит дальше? Я поехал в лес, ну, думаю, сниму я ролик о том, как работает мотор, коробка, такое, там, запишу что-нибудь, поснимаю природку, такой, похожу с телефончиком, поснимаю природку. Просто безумно люблю лес, вот, но после вот этого всего, что-то мне как-то на машине в лес уже ездить не хочется. Ну, ладно, не в лесу спиздили, нет. Короче, я снял ролик, показал, как работает мотор, что он немножко дымит, рассказал о коробке, рассказал о ходовой, что у меня там по ходовой. Ну, кстати, этот ролик есть на канале, и ссылочку я на эти два ролика оставлю вот тут вот в описании. Будет интересно, просто посмотрите. Просто, чтобы я сейчас это все не рассказывал заново, потому что это будет лекция на 40 минут, то есть я там расскажу, какая хорошая была эта машина. В принципе, повторю то же самое, что я говорил ранее. Ну, машина реально была хорошая, но мне нравилось. Мотор 1.8 был. В принципе, для вектора, но это нормально, хотя там, по-моему, 2.0, 2.0 получше будет. Ну, ладно, ребята, в общем, это не суть. Значит, отснял я эти видео, одно, потом второе, и начал же потихонечку там планировать, что делать. В конце июля там одно сделал, ну, в общем, по чуть-чуть, по чуть-чуть стал ее приводить в порядок. И там была ржавчинка, я ее повыводил, уже так подготавливал, именно к перекрасу. То есть я хотел полностью ее перекрасить, я даже там цвет подобрал, вообще такой, ну, 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 я не могу сравнить, мне не с чем сравнить, а то, то, с чем я хотел бы сравнить, меня, наверное, за это YouTube забанит. Поэтому, извините. Цвет классный, все, и, короче, уже готов был ее перекрашивать, и тут происходит такая ситуация. Короче, значит, пятница, вечер, я ставлю ее, а, нет, стоп, ребят, забыл момент. Я ее всегда ставил себе под окна, ну, под окна. Короче, заезжал во двор, через двор проезжал, и там на газончике у себя парковал, парковал под окнами. Как бы я машину видел, и машина всегда была под боком. Сигналки у меня там не было. Ну, она была, но мне ее пришлось отключить, потому что там вода натекла, ее замкнуло, ну, в общем, беда, короче, была. Вот, и брелка не было, вот. То есть оно как центральный замок работало, а брелка на сигналку не было. Ну, и получается, короче, такая ситуация, что, ну, я 15 лет ставлю машину себе под окна, ну, там были некоторые сложности, неприятности, потому что, как бы, когда март, например, или зима, или осень, там грязь, и вот пока дойдешь к машине, весь грязный, потом выедешь, проедешь весь двор в грязи, ну, в общем, приятного мало. Ну, то есть и для себя неудобства, и жильцам дома тоже были определенные неудобства, потому что ходить по грязи тоже неприятно многим было, особенно в беленьких там туфельках, пройти по грязи, шлеп, шлеп, пошла на свидание и по грязи пошла. Короче, и у нас решили апгрейдить двор. Короче, двор, двор, сука, они делали лет 20, 30, я даже не знаю сколько. двор, ну, дорогу во дворе. Вот, там колдобины, ямы, вся вот такая вот фигня была. Ну, и короче, решили это все сделать. Окей, красавчики, все, ну, тут же все довольны. И, помимо того, что дорогу сделают, они же еще хотели сделать и парковку. Собственно, и начали, ну, она в проекте была, парковка придомовая. Окей, начали делать. Куда машины ставить? Вот тут возникли некоторые сложности. Машину некуда ставить, на стоянке мест нету, ну, близлежащие стоянки, они реально были забиты. То есть, там уже годами люди ставят свои тачки, и там уже просто они купили места. Вот. И получается ставить некуда. Ну, и все парковали машины прямо напротив дома через дорогу. Ребят, я не уверен, что у меня получится, но если получится, я сейчас вставлю в это видео картиночку, как мы парковались, где мы парковались. И, короче, где у меня, собственно, и угнали машину мою. Вот. Ну, это если получится. Если не получится, извините. Значит, все мы парковались через дорогу. И получилось так, как бы, ну, там, вот пока делали во дворе дорогу, все же ставили, естественно, через дорогу, а там кусты, деревья, темно, естественно, никаких камер видеонаблюдения нету, никто ничего не видит. Единственный, кто видел момент угона, это сосед, но он даже не подумал, что это, что это угон, потому что я, как бы, мог, ну, это было в 4, в районе 4 часов утра, ее угнали. Он подумал, что я просто поехал по своим делам, потому что я действительно, я мог там в 3 часа ночи, в 2 часа ночи, в 4 утра сесть, поехать или приехать. Вот. Ну, короче, значит, машины стояли там, машин 15, наверное, ставили, начиная от Жигулей и заканчивая там Инфинити, ну, в общем, дорогими тачками. Моя Opel Vectra была спрятана, она как бы в кустах стояла, то есть, она не очень удобно стояла, она крайне неудобно стояла, потому что за мной один стоял, другой, там, ну, в общем, на ней выезжать крайне неудобно. Это с учетом того, что машина еще и тонирована в круг. А, нет, хотя заднее стекло было растонировано, потому что, ну, так получилось, что за день до угона я его разбил случайно. Я просто вкручивал саморез, и получилось, что я вкрутил его в стекло, и оно рассыпалось на мелкие кусочки, и пришлось вклеивать. Вот. Ну, в принципе, все равно, как бы ночью темно, и очень неудобно было бы на ней выезжать, ну, на ней выехали. Ладно. Вот все мы ставили туда, от жигулей начиная, и заканчивая дорогими тачками. Но уехала одна моя вектра. Это при всем том, что есть сосед, который там угрожал, говорил, ты будешь ходить пешком, короче, ну, в общем, убирай тачку отсюда, это когда я себе под окна ее ставил, говорит, убирай ее отсюда, потому что ты будешь ходить пешком. в общем, в таком духе он мне там что-то угрожал. Вот. И в итоге, кстати, менты, менты, они нихрена не приняли это, ну, вообще не приняли вот мое заявление, да, по этому поводу. То есть, я объяснил, что как бы сосед мне угрожал. Они еще спрашивают, говорят, а кто-то угрожал? Я говорю, конечно, угрожал сосед. Ну, и они отморозились. Сейчас расскажу, почему. Так вот, значит, машина 14 августа, нет, в ночь с 14 на 15 августа, по-моему, да, с 14 на 15, то есть, фактически уже 15 августа 2020 года, где-то в районе 4 утра запустилась и уехала. Сама. Вот так вот. Сама. При всем том, что у меня стоял такой тумблерочек, который включал бензонасос, и он был спрятан в пепельнице. Об этом крайне мало кто знал. Без этого тумблерка не заведешь автомобиль. Кстати, я не знаю, может, я в роликах и указывал, что это такой тумблерок в тех вот обзорных своих. Не знаю, ладно. Вот, то есть, запустить ее не так уже просто было, а если запустить на газу, там моментально мог обледенеть редуктор, и, короче, она просто не запустилась бы. Вот. Значит, вызываю я ментов. А, получается так, я выхожу в районе там 12 часов дня на улицу, опа, а машины нет. Ну, это надо было по своим делам поехать, машины нет. Думаю, мм, куда я ее мог поставить? У меня же я даже не мог представить, что у меня ее реально спиздили. Я прикинул, думаю, а, там, я под окна заехал. Потом думаю, да как я под окна мог заехать, если во дворе там все перерыли, ну, короче, во двор никак не заехать. Ну, и, и что? Пришлось вызывать ментов. Значит, менты приехали, конечно, куча приколов была сразу. То есть, ребят, если, не дай бог, если, не дай бог, у вас угонят тачку, первым делом менты у вас спросят, вот когда вы их вызовете, они спросят, а может вы просто забыли, куда ее поставили? Вчера же пятница была, может вы там бухнули и забыли, куда поставили? Просто мне так, у меня так спросили. Вот. В итоге, что получается? Камеры, которые по району, никто не смотрел. Камеры, которые на выезде из города, вот у меня были подозрения, там их вообще нету. На посту ГАИ нет камер. Сотрудники полиции используют собственные гаджеты, чтобы фиксировать права нарушения. То есть, у них стоит там планшетик, у них стоит телефончик, они как-то камерами фиксируют, своими собственными. Такого я еще не видел. Ладно, хорошо. Ну и, собственно, получают информацию они из телеграм-каналов. Ладно. В общем, оформили все. Естественно, вот уже прошел, сколько прошло, если август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Это уже 7 месяцев. За 7 месяцев полная тишина. Значит, я ходил к следаку. Следак, мы работаем, мы работаем, мы работаем. Я пытался подать ходатайство о том, что приобщить к делу мои показания по поводу соседа, который угрожал. Он отморозился. Причем, ну, там реально, там слышал весь двор, что он угрожал, что я буду ходить пешком. Ну, в принципе, я потом и ходил полгода пешком. Ну, может быть, это он, может быть, он мах. Мах Вуду или какой-нибудь там шаман постучал в бубен и у меня угнали тачку, но он не угонял. Я в это очень слабо верю, что он не угонял. Ладно, короче, как я не пытался придать этому всему огласку, конечно, это все полный игнор. Ну, но не сработало. А теперь я понимаю, почему. Ребят, менты угнанную тачку бесплатно искать не будут. А тем более, вот такую, как была у меня. Опель Вектра, ее оценил институт Бокариуса в 2 тысячи долларов. Там 56 тысяч гривен нанесенный ущерб мне. Менты такую тачку искать вот не будут. 7 месяцев. За 7 месяцев мне один раз позвонил по-моему опер по-моему или начальник оперов и уточнил информацию. Все. Больше мне никто не звонил. Так что, в принципе, ну, прикинуть, что полиция работает, ну, это что-то такое из разряда фантастики, как вы понимаете, да? То есть, так это, ладно, Опель, ну, вот опять же, вернемся к самой модели, к самой машине. Ребят, Опель Вектра 91-го года. Теперь рассказываю. Выбивает коробка, третья, четвертая передача. Диски, колесные диски все разные. Двигатель дымит. Не сильно, но дымит. Салон, салон вообще отсутствует. Вот, полностью, совсем напрочь отсутствует. Ну, то есть, это вот в прямом смысле его нет. То есть, его полностью весь менять надо. Это что, я посмотрел, там чувак на внедорожнике, это, короче, боком валил. Мне аж страшно стало. Я думал, что он меня сейчас снесет. Ну, ладно, уехал с Богом. Пусть едет. Вот. И, как бы, ну, салона реально нет. Сиденья ужасные. Сиденья продавленные. Сиденья менять. Потолок менять. Карты дверей менять. Все менять. Машину перекрашивать. Потому что она не годится. Она была затерта под покраску. То есть, она даже не матовая была. Она была просто, как бы, ну, она была краска поцарапанная. Вон. То есть, в нее вкладывать еще очень-очень много. Ее стоимость и плюс без документов. Ребят, ну, то есть, у меня документы на эту, на этого апелька даже вот остались. Это, знаете, вожу как, я даже не знаю, зачем я с собой их вожу. Наверное, как память такую вот. Документики вот на, на, на опелек. Так, я так чуть-чуть прикрою, чтобы, это, может, там, короче. Да ладно, собственно, что, вот, документики. Вот я их вожу. Просто чисто, я не знаю, наверное, для того, чтобы, вот, остановят меня сотрудники полиции, просто так. Потому что, ну, как вы знаете, сотрудники полиции, они любят останавливать просто так. И, кстати, в подтверждение моих, моих слов, вот, можете глянуть, вот, сейчас будет, я сейчас вставочку сделаю, как сотрудники полиции ищут мой автомобиль. Вот, пожалуйста, вставочка такая. Вот. То есть, ребят, меня, например, остановят сотрудники полиции, я покажу им документы и спрошу, а вы меня остановили зачем? Ну, вы нашли мою машину? Нет? Да зачем вы меня остановили? Вот. Как-то в таком духе. Ну, это я чисто прикалываюсь. Короче, то есть, машина уехала, вот, своим ходом, сама. Она выехала из очень сложного места, она была припаркована так, что вперед не просунешься, надо задом выезжать, сзади стояло, как минимум, три машины, и это надо было между ними пропетлять, вывернуться в узком пространстве, проехать и благополучно уехать. И главное, что нигде камеры ничего не зафиксировали, нет нигде камер. Ну, то есть, короче, машина испарилась. Вот. Так, ребят, собственно, вот это единственное, что я хотел рассказать на сегодня. То есть, как у меня угнали тачку. Вот я вам рассказал эту историю. Зачем я рассказал? Просто поделиться. Просто как бы вот, вот просто поделиться, рассказать о том, что менты, если вдруг, не дай бог, что-то случится с вашей тачкой, менты ее искать не будут. Они ее не найдут. Вот. Они просто этого не будут делать. Потому что на моем примере я вижу, что они этого не делают. Я приходил к следователю, он мне сказал, мы работаем. Как работаем, что работаем, непонятно. Я ему звонил, он первое время, там, буквально пару раз отвечал, мол, мы работаем, но если что, мы вам сообщим. Потом он вообще отморозился. Вот. Поэтому от меня, лично от меня, вам рекомендация. Чтобы, не дай бог, ничего не произошло с вашей машиной, ставьте сигнализацию. То есть оборудуйте автомобиль сигнализацией. Ставьте механические блокираторы, блокировщики. Вот есть блокираторы педалей, руля, еще что-нибудь. Ставьте, да я даже не знаю, спутниковую сигнализацию себе поставьте, просто чтобы защитить свою тачку от угона. Даже если она у вас недорогая. Ну, если недорогая тачка, там в районе тысячи, двух тысяч долларов, ну, все равно как бы это потери, это, блин, да вот даже я понимаю, вот я ее, я свою купил за 1200, вложил в нее порядка 500, 500-700 долларов, может даже около тысячи. И я же хотел еще вкладывать, как раз вот я думал о том, чтобы поменять коробку, привести в порядок салон, а, кстати, бампера там тоже надо было менять. Короче, менять надо было все. Вот. И, ну, вот, не сложилось. не сложилось, она уехала. И моя ошибка была в том, что вот просто не было сигнализации. Так, поэтому ставьте обязательно сигналку, ставьте любые защитные средства на нее, ну, на свою машину, чтобы ее не угнали, не дай бог, чтобы с ней ничего не произошло. Потому что менты искать не будут. Вот. Я на своем примере, ребят, это ощутил. Я не плачусь, не пытаюсь там придавить на жалость, крик души. Ну, навряд ли. Оно уже переболело. Я переживал там первые пару месяцев. Сейчас-то я уже, как бы, я другую машину взял, но ту не забываю, не могу забыть. Особенно я не могу забыть то, что мусора просто, просто морозятся. Зато, как бы, стоять на радарчик ловить, это мы можем, там, гонять таксистов с остановок или еще какие-то там мелкие такие вот нарушения, которые, в принципе, ну, на самом деле, они-то и нарушением их назвать тяжело. Вот. Вот это мы можем. А как угнанную машину найти? Не, мы не можем. Вот. Поэтому, ребят, в общем, все, я рассказал свою историю, так вкратце, я не стал сильно углубляться, потому что, если углублюсь очень сильно, так это будет, там, двух, трех, пятичасовой ролик. Там, конечно, есть еще рассказать. Может, в каких-то роликах я еще буду рассказывать. За век. Но я за нее еще буду вспоминать. Вот. Ребятки, все. На этом все. Спасибо, кто, спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Поставьте лайк, если понравилось, дизлайк, если не понравилось. Подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Мне будет очень приятно. И я буду стараться делать интересные видео для вас, чтобы вам было интересно их смотреть. Ну и на этом все. Все. Всем пока. Всем хорошего дня, вечера, выходных. Или, в общем, всего хорошего вам, ребят.